Судебные приставы совместно с налоговой инспекцией и сотрудниками ГИБДД проводят рейд по выявлению должников. Какова вероятность поймать неплатильщика и как проверить информацию о своих задолженностях, выясняли мои коллеги. Утро. Егоревское шоссе. Сотрудники ГИБДД выборочно останавливают машины из потока, проверяют страховку на автомобиль и наличие штрафов. Представители ФНС тут же проверяют неоплаченные налоги, а судебный пристав – открытые исполнительные производства в отношении водителя. Так выявляют должников перед государством или собственными детьми. О наличии взыскания приставы узнают быстро с помощью специальной системы. Если задолженность имеется, то выписываем требования, либо составляем автобиси ареста, если задолженность существенная. Если задолженность незначительная, до 3000 рублей, то выдаем требования на прием к судебному приставу о явке. Чаще всего выявляются задолженности по транспортному налогу и штрафы за нарушение ПДД. Но бывают случаи, когда человек вынужден расплачиваться по чужим долгам. Так получилось у Александра. Друг купил дорогостоящую машину и попросил оформить на него. Все было хорошо, пока друг не решил продать авто. Машину продавали по договору, но новые собственники не переоформили ее на себя и не платили транспортный налог. В результате всю накопившуюся сумму должен Александр, первый фактически владелец машины. Пока что машина была у моего друга, оплачивал все он. Но как только он ее продал, крайним оказался я, 60 тысяч в год эта машина по налогу проходит. Я плачу потихонечку. Была задолженность, мне арестовали все счета, но я объяснил ситуацию, вошли в мое положение, поняли и раскидали мне этот налог на год. Снять машину с учета с себя, чтобы не начисляли новые налоги, тоже оказалось непросто. Пришлось обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД, судебным приставам и даже делать запросы в другой регион. Я не смог ее еще долго снять с учета, потому что на предыдущем владельце был арест на регистрационные действия. Отправлял запрос в Волгоградскую область, потому что он был из Волгоградской области. Через суд все удалось снять, решить. И только после этого сняли машину с учета с меня, но налог плачу я виновник, так как оказался я. В ходе таких совместных рейдов судебные приставы имеют право наложить арест на машину. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, приставы советуют регулярно проверять информацию о себе. Тем более сделать это достаточно просто. Можно самостоятельно проверить на сайте судебных приставов, на официальном сайте судебных приставов, либо в приложении, точно так же скачать на мобильное приложение ФССП России, и проверить всю свою задолженность, касающуюся части судебных приставов. Налоговую задолженность может проверить на сайте налоговой инспекции гражданин. В ходе этого рейда было проверено 43 человека, семерым из них вручили квитанции для оплаты. На общую сумму почти 30 тысяч рублей. Такие рейды проводятся регулярно и помогают эффективно бороться с должниками.